Добрый вечер, уважаемые журналисты. Начинаем после матча, вы представлены после игроконяя хоккейной лиги между Динамо Ригой и Казанским Акбасом. Главный тренер команды гостей Дмитрий Кватайнов, пожалуйста, у вас комментарии. Да, конечно, мы довольны победой, хотя минусов тоже было достаточно, в общем-то, здесь и пропустили сразу в меньшинстве. В общем-то, забили хорошо. Знаете, не получилось немного. Такая дерзкая, молодая, хорошая команда Рига в этом году, что-то у нас не получилось. Они так менялись, накладывали смены. Мы вот здесь сегодня с этими вещами чуть-чуть запаздывали. Такие все свежие они были, в общем-то, здесь заряженные. Ну, здорово, что забили голы и, в общем-то, и в конце так доиграли без нервотрепки. Спасибо. Спасибо. Ваши вопросы? Узывали вопросы? Андрюс, можно? Да, конечно. Урфа Хапов, Бизнес Онлайн. Дмитрий Вячеславович, можете сегодня прокомментировать игру Артема Галимова, который вышел на фланге вместе с Стефаном Дакост и Виктором Тихоновым? Нет, он неплохо смотрелся. В общем-то, было много моментов. Он должен был все-таки в каких-то моментах забивать. Забивать. Были у него такие шансики. Но, опять же, говорю, там у нас получилось. Доус вылетел пока. В общем-то, он там неплохо смотрелся. Они много... сколько нас там? Они три гола забили, в общем-то. Но я думаю, что он там достойно сыграл. Спасибо. Еще вопросы? Будут ли вопросы еще? Если вопросы... Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер команды Динамо Рико, Петер Скудро. 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 Да, проигрывать всегда неприятно. Это однозначно. Но так как мы провели этот матч против такой команды, играя в тот такой быстрый хоккей, много хороших комбинаций, забили красивые голы, ребята. Молодцы. Мы стараемся это делать, стараемся тренировать, сколько у нас это позволяет ситуация. Стараемся давать молодым ребятам сейчас возможность себя показать и нам понять, кто из себя что представляет и на что надеется, скажем так, в будущем. И можно, наверное, сказать такую фразу, что провели сегодня очень хороший выездной матч. У нас сегодня был выездной матч, поэтому провели очень хороший выездной матч. Ребятам огромное спасибо за самоотдачу и за качество игры. Спасибо. Ваши вопросы? Если вопросов нет, пожалуйста, спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Два же пропустили в меньшинстве, сами забили только один. Мы выиграли, и это только важно, но мы допускали много потерь сегодня. Есть ли вопросы? Да, будет вопрос, по какой причине такие сложные матчи получаются именно с Ригой. Стефан? Стефан, hear me? Есть вопросы? Есть вопросы? Вопросов больше нет. Спасибо. Не слышите. Вы нас не слышите просто. Какие-то. Поздравляем нашу пресс конференцию. Бегаясь, может быть, изолгт. Ну, нет норайдений, может быть, изолгт. Не знаю, как ты видишь талайку, как будет. Но спела была хорошая. Ген мы метали, ген вино. Узкату, что была лидерская спела. Возможно, может быть, мазок норайдений. Спасибо. Спасибо. Игра была хорошая. И мы забивали, и они забивали. Правда, в конце удаления, из-за которого мы не смогли сравнять счет. И дальше бы уже посмотрели, как бы пошло. Но думаю, что удаление нас подвели. И если бы не они, думаю, мы бы сравняли. И, может быть, где-то даже вообще бы ввели в счете и выиграли бы игру. Обидно. Спасибо. Может, вопросы? Если вопросы нет, спасибо игроку. Спасибо.